Всем привет, друзья! У нас новое путешествие на пляж. Мы сегодня идем и сегодня будем рядом с Покат Бич. Забыл название пляжа. В общем, все будет очень интересно и классно. Пока мы покупаем еду, еды мы набираем очень много, потому что у нас на целый день путешествия и мы очень голодные. Кстати, это Ча. Привет, Ча. Ты голоден? Немного. Немного. Окей, давайте покупаем. Давайте покупаем. Давайте покупаем. Да. Окей, да. Всю еду сегодня решили мы купить в ВСМ супермаркете. Сегодня мы покупаем Турон. Я заказал уже два Турона. Я забыл с Джекфрут. Забыл, как называется, короче. И есть Турон обычный, есть Турон с каким-то дополнением. В общем, цена одинакова, по 25 песо за каждый Турон. Туроны, что такое Турон, я уже рассказывал, но еще вам покажу, если что. Также, друзья, у нас сегодня будет в питание кальдерета. Вы уже ее немножко видели в одном из видео. Ну, очень достаточно вкусная штука. Плюс я еще сегодня заказал адобо, чикин адобо. И чай сегодня еще заказал вот такой лайм. Я даже не знаю, что за хрень такая. Как видите, морская, да, sea food здесь. Да, то есть вот как-то все это собрано. Разные типы, разные вкусности. Короче, будем это все обсуждать сегодня на природе. Ну, а спонсором этого видео у нас сегодня будет карта UnionPain, потому что мы смогли оплатить деньгами из России. Такая радость, что не все так плохо в этой жизни. И хоть немножко, но связь остается с Россией. Это круто. UnionPain. Забираем наш доказ. Все. Мы все накупили. Все, что могли, мы купили. Ча. Are you happy? Yes. Yes. Because we have a lot of, a lot of food. Yeah. Okay. One question. What? How are we going? Where? Where are we going now? We're going to Illigleygan. Или, или, или? Illigleygan Beach. Illigleygan Beach. Okay, let's go. Едем мы на такой маршрутке. Это у нас прям полноценная маршрутка, но она без окон. Дверей тоже тут нет. Люди у нас сидят. Все наслаждаются жизнью. И мы тоже наслаждаемся жизнью. Ну что? Нет. Алло. Спасибо. Пока мы едем, друзья, можно посмотреть, как же выглядит баракать с другой стороны, потому что вся туристическая зона осталась там, вот за моей спиной, где-то там. Вот. А мы с вами сюда приехали. И мы сейчас увидим как раз тот боковой пляж. Он, кстати, один из таких самых отдаленных. Вот. На него попасть, в принципе, можно. Ну, честно говоря, лучше всего, конечно, на мотоцикле. Если у вас нет мотобайка, то пешочком, конечно. Но это сложно. Ну, или вот как мы есть, периодически ездят не по какие-то маршрутке, но они так себе иногда ездят, иногда не ездят. Короче, вещам ехать туда можно, если вы садитесь на e-trike или на такую вот, как мы используем маршрутку, которая есть в сторону пляжа Пукобич. Вот вам нужно, не доезжая Пукобич, выйти и Пукобич с левой стороны, а мы едем в правую сторону. Ну, вот так, друзья, выглядят дома местных жителей. Это уже не туристическая зона, хотя, как вы видите, тут, наверное, и туристы тоже бывают. Да, я думаю, везде туристы. Баракай такое место, что полностью туристическое, да? Но для местных жителей, как вы понимаете, много не нужно. То есть вот они вот живут в таком виде, и их все устраивает вполне. Не, а гляньте, какой домик интересный. Даже на втором этаже. Что у них там наверху? Тапки какие-то, да? Да, какие-то там тапки, я не знаю, сушатся. Обувь какая-то. Ну, в общем, так вот. Что у нас там? А, у нас пробка. Вышли мы в таком месте, друзья. Чем Ча занимается? А Ча снимает на видео курить. Там курочки. Там самые настоящие курочки. Чикен. Адобу. Вот они, вот они курочки. А что было интереснее вам? Там за поворотом полиция. Вот полицейский участок, он находится как раз здесь. Вот они там, господа полицейские. А рядом курицы. Вот так вот, собственно, все и смотрится. И еще немножечко местной романтики. Вот так вот домики филиппинцев. Как они выглядят? Вы можете посмотреть своими глазами. Вот. Хотелось бы зайти вовнутрь. Конечно, я знаю, что вы это мне напишите в комментарии. Скажите, зайди, спроси. А что там внутри? Ну, я думаю, меня никто не пустит. Хотя я и не спрашивал. Возможно, реально. Ну, давайте в следующий раз. Мы пока спешим действительно на пляж. А пока вот просто наслаждаемся этим районом. Райончик у нас такой достаточно активный, хороший. А дома, как видите, из чего дома сделаны? Вот. Вот из этого они сделаны. Понимаете? Вот. Я думаю, вы понимаете. А вот тут висит просто посреди дороги. Вот просто как у Юриси висит провод. Неизвестно, что там на нем. 220 или просто висит. Вот так вот это выглядит. Красота. Заметьте, я вам показываю сейчас нетуристическую зону. То есть это вот Баракай самый такой для местных жителей. Видите? Вот такие домики. Там же люди живут. Там живут люди. А вот собака. Почему-то собака без кожи. Все страшные. Ужас. Не, кожа там есть. Там шкуры. Там этого. Счастья нету. Да. В общем, мы проходим с вами дальше. Деминго. О. Вот. What is it? А? Деминго. Деминго. Вот так, друзья, у нас манго растет. Как эти, как яблоки, знаете, как вот растут. Просто как яблочки. А это кажется манго растет. То есть любой может подойти и сорвать. Любой высокий. Я высокий, я смогу. Ча не сможет. Собаки. Куда же без них-то, е-мое. Собаки. О, какая красота. А вот дальше. Мы дальше, дальше, дальше идем. И здесь у нас уже пальмы. Пальмы. И не только пальмы. Здесь у нас и должны бананы расти. Но что-то их нет, я не вижу. А вон, позацените, там избушка. Вообще красота. Класс. О, а тут у нас чекен одоба. Здесь, как видите, уже что-то заброшено. Я уже не знаю, что там у нас. Но, как видите, уже не актуально. Все уже такое зеленое. Людей нет. Мы идем в джунгли. Еще какие-то... Ча, вот это? Папайя. Папайя. Вот она, ребята, еще папайя. Но она маленькая такая. Бэйби папайя. Ой, so hot again, yeah. Oh, my gosh. Did you vote water? Да. Окей, it's not. Because it's really so hot. А вон, ребята едут с рабочей смены или на работу. Неизвестно. Они липят кататься вот так вот в кузове. Для них это вообще норма. Вполне. Трассикал. Вы мне скажете... Ой, трассикал. Етрайк. Етрайк. Sorry. It's a trike. Вы скажете, почему ты не на етрайке? Потому что это частные етрайки. То есть вы можете как такси использовать, а можете использовать как общественный транспорт. Разумеется, как общественный транспорт стоит дешевле намного. Надпись, друзья. Частная территория. Прям как, знаете, в парке юрского периода. Все давным-давно не просматривается. Людей нет. Все заросло. Все круто. Здесь когда-то была жизнь. Можно так прокомментировать. Единственная большая проблема. Это жара, ребята. Я вон, посмотрите на мою рожу. Я уже весь истекаю потом. Просто потому что реально жарко. У нас сейчас, я не знаю, градусов 30, наверное, минимум. Вот. Все продолжают мне тут писать. Сезон дождей, сезон дождей. Ну, посмотрите, какой сезон дождей, блин. Небо чистое. Ничего у нас и близко не напоминает сезон дождей. И жара адская, просто адская. Вот вам прям, знаете, реальные джунгли, кусочек. Вот представьте себе, вы туда попадете. И там... Там прям лианы. Там прям что-то экзотическое. Ну и, конечно, змеи и всякая хрень, которую только можете представить. Все здесь присутствует. По вашему желанию. Да и без вашего желания все будет там. Так что, честно говоря, вот классно, прикольно, хорошая погода. Но в джунгли, блин, лучше реально не ходить. Потому что это как минимум опасно для вашего здоровья. Вы посмотрите, да, вот люди живут. Вот такая вот обстановка и нормально. То есть у них даже тут территория закрывается. Вот. Я вам говорил когда-то, что можно купить территорию. То есть, ну как, землю можно купить. Вот. И, соответственно, на земле можно построить дом. Вроде по законам Филиппин это не запрещается строить. Вы видите, тут даже частная собственность. Прям в лесу кто-то написал. И там коза какая-то пасется. Ну, походу, кто-то выкупил тоже землю. И вот решил из нее сделать собственность. Ну, они здесь модно называют это ферма. То есть я живу на ферме, у меня своя ферма. Вот как-то так. Так, подходим, подходим, подходим. Все, ребят, мы уже почти на пляже. И, соответственно, вы посмотрите обстановку, которая нас окружает. Сейчас нам попытаются что-нибудь втюхать. Потому что продать они хотят всегда что-нибудь. Это нормально. Вот. Но самое печальное то, что мы сейчас наблюдаем, это то, что у нас сегодня прям солнца предостаточно. То есть тенька практически нет. Но это ни на что не влияет. Потому что мы найдем какое-нибудь решение. А пока можем понаслаждаться вот этой красотой, которую вы сами сейчас видите. А красоты тут, ну, блин, предостаточно. Уж точно предостаточно. Все. Да, ребят, вот это настоящий пляж. Это настоящая красота. Прям вообще кайф. Друзья, вот ради этого, ради этой воды я здесь, собственно, и оказался. Вы просто посмотрите. Вы посмотрите, какая чистота. Вы посмотрите, какой кайф. И в такой воде купаться. Да, это вообще просто. Это не просто супер. Это вау. Это нечто, чем вау. Я не знаю даже. Какая еще температура воды. Ну, в принципе, не так уж и плохо. Нормально. Не могу сказать, что прям жара, но все равно так достаточно классно. Нормально такая. Я бы сказал, что градусов где-то 20, наверное, 23, наверное, точно будет. Надо себе градусник будет купить для воды. Нормальные блогеры, которые живут в туристических местах, всегда используют градусники. А я использую свои ноги для проверки. Ну, вот вы сами видите, как это все смотрится. Очень классный пляж. Очень хорошо. Но нам нужно теперь найти место, тенек, где мы можем все-таки остановиться. Потому что реально очень жарко. Я думаю, будет еще жарче. Потому что еще у нас только середина дня. Так что нам нужно где-нибудь спрятаться. Это, знаете, как реально бассейн. Бассейн. Просто вот, как будто дома у кого-нибудь бассейн. Вот такая вот водичка. Да-да. И знаете, что там происходит? Там корейцы пытаются учиться нырять. То есть это вот такой у нас не дайвинг. Я забыл, как называется. Что? Что? Это не дайвинг. Снок? Снок? Сноклин. Вот так вот название этого процесса. И там инструктор, который их обучает. Ну, а я в этот момент открываю свою адобу. Рис. Что я могу сказать? Адоба это кусочек жареной курицы получается. Да? Да. Ну и рис. Вот и все. Приятного аппетита. У нас ланч начинается. И мы наслаждаемся, продолжаем наслаждаться этими всеми красотами природы филиппинской. Я часто слышу от своих подписчиков, да не только от подписчиков, о том, что Филиппины это место, где вы только можете находиться временно. Ну, с одной стороны, вы правы, потому что действительно здесь страна не для каких-то там супер-мега-возможностей. Но, тем не менее, когда вы попадаете в такой вот мир, вы уже настолько привыкаете к этой обстановке, что рядом с вами находится море, что с вами рядом находится природа. Эти эмоции, ощущения, что это невозможно ни с чем уже другим сравнить. Это то, чем вы уже живете. И просто покидать это место становится очень тяжело, потому что отсутствие природы или наличие какой-нибудь альтернативы подобной этому, оно уже тяжело будет организовать. Потому что я, например, не вижу в России подобную природу нигде. Ну, конечно, Черноморское побережье относительно неплохое все-таки место. Но, тем не менее, ребят, вы просто сравните эту чистейшую воду, этот прекраснейший песок, эту атмосферу, этот климат, который постоянно теплый. Здесь действительно постоянно тепло. И вот, если это все сравнивать, то вы просто не получите альтернативу нигде. Ну, альтернатива, конечно, есть в мире. Это однозначно какие-нибудь там Мальдивы или что-нибудь еще подобие этому однозначно найдется решение. Но мы с вами говорим не про Мальдивы, мы говорим с вами про наши страны, откуда мы с вами приехали. И просто вот я говорю лишь свою точку зрения, что на Филиппинах можно жить не только временно. На Филиппинах можно жить очень долго. Многие люди сюда приезжают для того, чтобы провести долгие годы своей жизни. А кто-то даже, например, решил старость здесь провести. То есть, ну, в данном случае это зависит от человека. То есть, вы просто должны приехать почувствовать, это ваше или нет. Если это не ваше, разумеется, конечно, вы развернетесь, уедете туда, где вам интересно. Потому что кто-то любит холод, кто-то любит атмосферу другую. Но в нашем случае мы вообще говорим с вами о любви к природе, к этому климату, к жаркому, тропическому климату, который в себе просто, который в себе содержит все, что необходимо для человека, любящего такой, знаете, маленький тропический рай. И здесь действительно есть тот самый тропический рай. Это Филиппина, друзья. И это то, что невозможно забыть, если вы уже полюбите. Прошли несколько часов моего нахождения опять на этом же пляже. Замечательно, все классно. Как всегда, никто здесь не мешает. Кстати, уже второй раз здесь нахожусь и нахожусь здесь в отличном настроении. Вот, вода здесь, как я уже сказал, прекрасная. Я покупался, в принципе, не показывал, как я купаюсь, но это неважно. Я думаю, и так вы поверите мне, потому что я всегда пытаюсь купаться. Какая-то непонятная-непонятная веревка здесь. Ладно, короче, что я хотел сказать. Все хорошо, все замечательно. И, честно говоря, чем дальше вы уходите от цивилизации, тем круче. Но, тем не менее, здесь достаточно много цивилизаций. Сегодня здесь, как видите, у нас такая парковочка кораблей. Ну, не кораблей, а лодок, да. Частная территория. Опа! Куда ведет эта тропинка? Неизвестно. А это как раз тот самый домик. Помните, когда мы шли на пляж, я вам показывал, что частный домик. Вот, и козы там пасутся. Я понял, почему это частная территория. Короче, у них тут одни сплошные козьи радости. Ну, реально, слушайте, много собачек, коз. Вот такая вот жизнь простая, понятная. И надпись о том, что частная территория. А вот, собственно, нельзя трогать никого, даже козу. И вот сегодняшний закат, друзья. Он выглядит у нас так. Потихоньку прячется за деревья. Потому что у нас сегодня... Ну как, мы вообще в другой части Баракая находимся. Я вам говорил, что это как раз обратная сторона Баракая. И вот поэтому мы сегодня с вами и не увидели закат. Закат находится как раз с той самой стороны, где курортная зона. Ну, мы видим парня, который на отличном настроении. Пытается бродить, гулять. Сейчас вот видите, какая походка у него. Там чувствуется вот прям такое вот местное, позитивное настроение. На расслабоне. Ну, а что бы нет. И мы снова с вами уже вернулись сюда. Где мы шли. Вы понимаете, о чем я говорю. Я говорю вам об этом простом филиппинском районе. С простыми филиппинскими домами. В простом филиппинском настроении. Короче, вот у нас там ребята. А они у нас тоже все филиппинские. И такие замечательные, активные, позитивные. И у них, как всегда, много вопросов в их глазах. Но никто не задает эти вопросы. Даже ничего не хочет объяснять. Все на позитиве. Да, я вижу. Ни одного вопроса. Но, знаете, когда идешь где-нибудь в такой... Ну, на Барака это такое место, где, в принципе, уже привыкли видеть туристов. Здесь, как бы, ничего особенного нету в том, что иностранец здесь гуляет. Да, вот где-нибудь в провинции, там, бывает, идешь сразу такие вопросы. Думаешь, вот, вот это да. Кто это такой? Откуда он приехал? Hello. Кто-то ответил. Замечательно. А тут еще у нас и рустеры. Да, петухи их называют. Что-то они там говорят на своем, я уже не знаю даже. Вот так, собственно, выглядит простая, понятная жизнь. И собака, у которой все вылезло, все, что можно вылезти в этот момент. Вот. Ну и, в общем, такие местные магазинчики с пальмой. И, в общем, все замечательно. Радостная, прекрасная жизнь. Так что, друзья, это обратная сторона Баракая. И она открыта для каждого. Я думаю, обратная сторона Баракая показывает просто обычную жизнь в провинции. Вот так. Если мы забудем о том, что есть какие-то там курорты, есть какие-то там туристические зоны, то такая простая жизнь, она более понятна, более объяснима. И, в общем, вот от нее не надо так бежать, как бежит этот цыпленок от меня сейчас. И вот буквально, наверное, метров 200 от того места, где простые дома, уже находятся, как видите, отели и уже другая совсем жизнь. То есть это уже намного позитивней, современней, понятней, хорошие номера, бассейны. Ну и, наверное, все как положено. Все есть. Ну, опять же, видите, контраст. Да что говорить, Филиппины везде контрастны. Ну что, друзья, на этом мы заканчиваем это видео, потому что у нас впереди много интересного. Я думаю, на сегодня достаточно объяснять, что простая, понятная филиппинская жизнь, это, конечно, на любителя. Но я любитель. Я такой любитель, что со мной все просто и понятно. А вот по поводу вас. Напишите ваши комментарии, как вы относитесь к такой простой жизни. И хотели бы вы прожить, ну, хотя бы недельку в таких простых условиях. Потому что, возможно, возможно, мы сможем что-нибудь придумать интересное, совместное, необычное. Ну, у меня есть куча мыслей в голове, об этом мы поговорим чуть позже. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.